Сегодня, когда часть российского общества призывает каяться перед Украиной, нам бы хотелось отметить, что на протяжении 8 лет в этой стране происходили страшные события, часть из которых была зафиксирована российскими общественными организациями. Накануне в Петербурге в здании Российской национальной библиотеки открылась планшетная выставка «Обыкновенный фашизм. Военные преступления и нарушения прав человека на территории Украины». Автор выставки Максим Григорьев, член Общественной палаты России и директор фонда исследования проблем демократии. Много раз бывал на Украине, где ему приходилось сталкиваться с последствиями действий националистов. Мы выезжали, в том числе мы смотрели события на Евромайдане. Вышла моя книга «Евромайдан» о незаконном вооруженном перевороте. В том числе я лично общался с теми людьми, которые там находились. Мне было уже тогда понятно, чем начнется и что будет происходить дальше. А дальше мы это видели на протяжении всей этой 8-летней войны. И на Украине была 8-летняя гражданская война. На выставке представлены свидетельства политзаключенных, прошедших за стенки СБУ. Их рассказы о пытках и избиениях со стороны украинских неофашистов. Сегодняшняя выставка, она связана как раз с очень небольшой частью тех преступлений, которые совершал киевский режим, которые совершали пронацистские группы и подразделения, и такие профашистски настроенные представители киевской власти. Это и, конечно, обстрелы. Обстрелы Донбасса. Это военные преступления согласно международному гуманитарному праву. Это пытки. Пытки массовые, пытки людей. Я был на обмене пленных на Донбассе. Я беседовал с жертвами пыток. Мы делали несколько докладов в ООН. Он в итоге признал на эти пытки. То, что происходило на Украине, также широко известно. Репрессии, политические убийства, убийства журналистов. И, конечно, Одесская хатыни, когда сожгли заживо людей. На вопрос корреспондента о том, как воспринимается российская военная операция в России и за рубежом, автор выставки отметил, что в нашей стране 70% граждан поддерживают решение президента, потому что знают о событиях, которые происходили последние 8 лет на Донбассе. А вот ратующие сегодня за мир иностранцы, по его словам, раньше почему-то старались не замечать страданий простых людей в Донецке и Луганске. На протяжении 8 лет и представители этих стран, и по спредам разных стран, они как-то предпочитали замалчивать те массовые нарушения прав человека, которые происходили. Ранее член Общественной палаты России показывал собранный материал на мероприятиях Совета по правам человека ООН, а также конференциях ОБСЕ. Я как-то не видел, что правительство Германии и других стран на протяжении этих 8 лет видело тысячи убитых людей, тысячи политзаключенных на Украине, убитых женщин, убитых детей, жертв пыток. Они как-то предпочитали это не замечать. Но ничего нового в этом нет. Это стандартная политика западных стран. Все то же самое было и 200, и 300 лет назад. По словам Максима Григорьева, сейчас при Общественной палате Российской Федерации создан Международный трибунал. Его члены будут рассказывать и показывать, что происходило на Украине 8 последних лет. Экспозиция в Российской национальной библиотеке дополнена изданиями из фондов об истории Малороссии, а также литературой о современной Украине. Продолжение следует...